Добрый день, друзья мои, подписчики и рады вам и приветствовать вас на своем канале Rayon SEO. Сегодня мы с вами продолжаем обзор проекта Magnus и более детально будем сегодня говорить о данном проекте. Напомню, что в прошлой части обзора мы провели так называемый вводный обзор, поговорили о том, что данный проект все обществляет в общем. В двух словах поговорили об ICO данного проекта. Сегодня я предлагаю вам более детально пробежаться по самому сайту, посмотреть информацию, которая представлена. Прежде всего хочется начать с информации по токен сейлу. Всего, то есть хардкап проект составляет 30 тысяч эфириумов, софткап проект составляет непосредственно 1 тысячу эфириумов. Период предварительного распродажа проходил с 5 февраля по 30 июня. Для непосредственной инвестиций принимаются валюты Ethereum, NEO и EGS. Стоимость токена 1 NEO. За 1 NEO вы можете получить 679 токенов проект Magnus. Если переводить на доллары, то за 1 NEO вы платите практически 8 центов. Также можно пересчитать в стоимость в эфириумах и стоимость в газах. То есть видите, что в непосредственную выгодную силу инвестировать, как видите, в NEO и в GAS. Все нераспроданные токены будут сожжены после распродажи. То есть что даст хорошие возможности для роста стоимости токена Magnus. Новые токены создаваться не будут. Также информация здесь для SEO, сколько токенов для NEO, для ERC20 и для NEP5. То есть для каждой платформы определенное количество токенов выпущено. То есть токенов на NEO больше всего, как вы видите. Символ для NEO, символ в системе NEO у токена Magnus имеется обозначение MGSN. В сети эфириум токен имеет обозначение MGS. В этом плане важно не запутаться. Роль токенов также здесь описывается. Все транзакции будут проходить через эфириум и NEO. Два типа токенов, то есть ERC20 и NEP5. Это стандарт эфириум и стандарт сети NEO. Информация также о проекте представлена в различных медиа. Вы можете посмотреть, например, статью о проекте Magnus на IBM, на GitHub, на Forbes, Digital Journal, Entrepreneur Magazine, Medium, Yale University и так далее. То есть видите, что пресса у данного проекта достаточно серьезная, что вызывает также огромное уважение. Здесь представлена информация по roadmap проекта. То есть в каком году, а что планируется сделать. То есть 5 июля данного года, а декабрь 2018, что планируется сделать, декабрь 2019, а декабрь 2019, то есть соглашение с партнерами, прототип версии и так далее. Также хочется поговорить непосредственно отдельно о команде проекта. Здесь представлена информация по команде, то есть что она себе представляет. Информация по каждому из членов команды. Вы можете более детально с каждым из них ознакомиться. То есть нажимаете, выходит информация о том, что они из себя представляют. Ну и также, конечно, можете более детально с ними ознакомиться через профиль в социальной сети LinkedIn. То есть переходите в социальную сеть LinkedIn и изучаете профиль данного члена команды. А на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели данную часть обзора. Следующая часть обзора будет посвящена непосредственно ICO данного проекта и непосредственно White Paper. Всего доброго, удачных инвестиций и до новых встреч.